Переходи по ссылке и покупай билеты. Романтики из Лиды лишились денег, пригласив виртуальную знакомую на несуществующий спектакль. Как сообщили в райотделе милиции, трое молодых людей в возрасте до 25 лет познакомились в мессенджере с девушкой и договорились о встрече. Собеседница попросила купить билеты онлайн и сбросила ссылку на сайт учреждения, где состоится спектакль. В итоге сайт оказался поддельным. После ввода реквизитов банковской карты у молодых людей списали со счета деньги. В общей сложности желание провести время в компании незнакомки обошлось литчанам в 4,5 тысячи рублей. Как правило, указанные сайты зарегистрированы за пределами Республики Беларусь и не имеют значка доменного регистра BY либо BEL. Для совершения всех мошеннических действий злоумышленникам использовался один и тот же аккаунт. Во всех случаях, проявляя свою беспечность, молодые люди только осуществляли переписку с указанными дамами сердца, но при этом ни разу не соизволили созвониться с ними и поговорить вживую. В одном из случаев 18-летний юноша, пытаясь купить билеты, ввел данные карты. Однако оформить заказ не удалось, а для возврата уже списанных денег парня попросили дополнительно ввести данные. Он трижды пытался купить билеты, в итоге лишился всех денег. За период прошлого года было зарегистрировано 199 преступлений. Из них половину преступлений было совершено таким способом, как фишинг. Как правило, мошенники подделывают интернет-ресурсы, принадлежащие банкам, маркетплейсам и интернет-площадкам, на которых осуществляется реализация товаров и услуг. Для того, чтобы убедиться о том, что интернет-ресурс не является поддельным, и на него можно спокойно перейти и осуществлять там какую-либо деятельность, его можно проверить на сайте Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.